Убила за непослушание. Милиция огласила причину, по которой 43-летняя женщина забила до смерти двух приемных дочерей. Наслед краснодонских детоубийц вывело расследование похищения маленькой девочки. Теперь в Луганской области проверяют все семьи с приемными детьми. Всего под опекой сейчас находится более трех тысяч сирот. У супругов в Уклее было семеро родных детей. В январе прошлого года они усыновили троих малышей, девочек и мальчика. Через месяц исчезла одна из приемных дочек, а спустя еще девять месяцев пропала вторая. Мать от показаний наотрез отказывается, а ее муж признался на допросе, что жена убила детей за непослушание. Другие члены семьи, по мнению следователей, к двойному убийству не причастны. Такая версия даже не рассматривается, потому что уже проведено воспроизведение обстановки обстоятельства событий, где четко отец рассказал и указал место захоронения ребенка, который был убит, и рассказал о тех событиях, которые произошли. Пока нашли труп только одной девочки. Второе тело еще ищут. Прокуратура тем временем выясняет, почему сотрудники соцслужб с ноября прошлого года не заметили отсутствие двух девочек в семье Уклей. Приходили социальные педагоги, и участковый педиатр выходил. Мать показывала этих детей. Вот сейчас остается загадка, кого она показывает. В службе есть фотографии детей. Но вы же видите, что послужило поводом для кражи. Она украла точно такого же ребенка, который был похож на пропавшую девочку. Трехлетняя Кристина Кабакова, похищенная многодетными супругами в конце июля, как раз должна была сыграть роль приемной дочери перед очередной проверкой соцработников. За то, что подчиненные проглядели пропажу детей, начальство соцслужбы Краснодона может потерять работу. По Краснодону, в соответствии с возбуждением уголовного дела, остранены от работы начальник службы и заместитель. Вынесен выговор начальнику службы по правам детей родины Раисе Васильевне. После разоблачения краснодонских детоубийц в Луганской области началась масштабная проверка семей с приемными детьми. Станислав Мирошниченко, Олег Притыкин, Наталья Трофимова, Телеканал Донбасс.